Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Мы решили написать этот сюжет после истории, которая реально шокировала своим цинизмом. Военный парад по случаю Дня Победы в Москве. Путин, толкнув речь, с цветами идёт к стеллам городов-героев. Красные гвоздики глава государства возложил на стеллы городов-героев Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса. И с видом праведника он показательно возлагает цветы рядом с надписями «Киев» и «Одесса». Отлично зная при этом, что уже вечером по его приказу Одессу ждёт самый сильный ракетный удар за всё время. А мирные жители, в том числе немногие, дожившие до этого дня ветераны Второй мировой, встретят День Победы, сидя в подвале из-за российских бомбёжек. Россия выпустила по Одессе семь ракет за один вечер. Одесская область подвергается массированным атакам со стороны России последние несколько дней. Вот так русский мир поздравил город-герою Одессу с 9 мая. Здесь-то и возникает вполне себе логичный вопрос. Зачем была вся эта показуха утром? Ну ненавидишь ты Украину и украинцев, ну скачешь ты по бункеру от радости, когда их убивают. Уже даже приказал своим марионеткам курорт на свежих могилах 25 тысяч мариупольцев сделать. Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, сказал Пушилин. Так скажи, наконец, о своей ненависти прямо. К чему все эти шоу с цветами? Тем более, что после того, как на федеральных каналах открыто призвали строить концлагеря... В случае чего концлагеря перевоспитания, это, так сказать, стерилизация... Многие чиновники и депутаты перестали стесняться своей любви к фашизму или рашизму. И в итоге изначальные байки из серии «Спецоперация призвана защитить украинцев» Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей. Не случайно эта военная операция называется спасение. Самое главное – мы защищаем этих детей и женщин. Менее чем через три месяца трансформировались вот в это. Вот эти вот два миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть деноцифицированы. То есть быть уничтожены. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Один говорит, давайте для начала два миллиона убьем. Второй вообще не мелочится, мол, надо истреблять украинцев, как Гитлер и евреев. Понятие «украинец» не должно существовать в будущем. И ты слушаешь все это и думаешь, ну вот как? Как при таких вводных у них язык поворачивается себя антифашистами считать? К чему все эти странные тетки, зачем-то приседающие с красным флагом в воде? Зачем все эти парады в детских садах с картонными зетками и марширующими воспитательницами? Сегодня ночью все спокойно на границе. А ответ на все эти вопросы на поверхности. Если не для всех, то для большинства россиян победобесие. Это та же показуха, как и у Путина с цветами Одессы. То есть рыба с головы начинала гнить, и вот уже даже у хвоста воняет. Миллионы людей имитируют бурную деятельность, выкрикивают лозунги. За дедов победа! Но в том-то и дело, что в большинстве своем все это не искренне, не от души. Что, кстати, легко доказать. Вот классический пример. Здравствуйте! А я вас... А как вас зовут? Николай. Это российский журналист. Подходит к толпе молодежи, чтобы те на камеру рассказали о подвигах дедов. Но не зря же они на бессмертный полк пришли. Из вашей семьи кто-то воевал? Но молодежь сначала мычит что-то невнятное, а потом признает, деды на полке не их, чужие. Просто распечатали учителя и заставили постоять. Кто это, дедушка, прадедушка? Это не мой. Это не ваш. Ребята, вот скажите, пожалуйста, а кто здесь со своими предками? То есть в России уже до того обезумели с показухой, что чужих людей за погибших родственников выдают. Вот почему не нужно удивляться кровожадности многих типов антифашистов. Там от антифашизма только драная обертка. Но если вы, сволочи нацистские, дернетесь на Донбасс, вам будет страшно. Вот здесь мы будем освобождать Украину от вашей нацистской сволочной власти. Надо побеждать, надо кончать нацистов. Причем драная настолько, что они в Питере арестовали активиста, который на бессмертный полк вышел с фотографии убитого российской армии в Харькове ветерана. В Петербурге задержали депутата с портретом погибшего в Харькове узника концлагерей. Че там, ребята? Если ветеран немцев пережил, а русских фашистов нет, то ему не место в бессмертном полку. Мы все верно поняли? Но это Россия, детка, страна, которую горь, боли и слезы людей во время мировой войны ничему не научили. Европе надо передать простую вещь. Вы получите ядерный удар, да, это будет ядерная война. Страна, которой, видимо, мало было, 40 миллионов трупов, и они теперь еще и ядерным ударом хотят все повторить. Я вам скажу компетентно, абсолютно, что на уничтожение всего восточного побережья Соединенных Штатов нужно две ракеты с армазом. Две. Точно столько же и на Западном. Четыре ракеты. Все, там не будет ничего. Не надо рассказывать, что вот этот гриб будет выше небоскреба. Он будет виден из Мексики у вас, этот гриб. Отметим, что Скобеева и Смуженьком, которые собственными руками сделали из откровенных подонков лидеров мнений, сами, похоже, не особо горят желанием умереть после ядерного удара. Посмотрите, вот как пропагандисты, лично разогнавшие каток ненависти, пробуют теперь чуток остановить эту махину. А сколько американских ракет нужно для уничтожения Калининграда, вы не считали? Я не считал, сколько нужно. Но вопрос другой. Так надо считать. Нет. Надо считать. Поздно пить боржоми. Это все, что хочется сказать Скобееву. Система, построенная на показухе лжи и страхи, будет съедать каждого, кто посмеет понижать градус. Кстати, все это Россия уже проходила при совке, где упоротые сначала писали доносы на врагов народа. А когда те закончились, принялись подозревать друг друга. А народ с короткой памятью за пару дней забудет былые заслуги. И тут далеко ходить не надо. Возьмем того же крику на Журавлева. Европа, что бы она ни делала, она все время возрождает нации. Начиная там с давних времен. Вот чистые нации. Они должны точно и ясно знать. Ответ будет. И будет однозначно. И причем никто там из Соединенных Штатов не выживет. Вот кто из зрителей сейчас помнит, что в самом начале войны он показательно на фронт ехал? Я призываю всех вас начать формирование списков топоробольцев, которые поедут на Тампас. Я в этом списке первый. Называл себя первым в списке добровольцев и грозился мочить бандеровцев пачками. И сегодня мы поедем на Тампас. Защитим нашу великую родину и покажем бандеровской сволочи, что они не правы. Она должна быть уничтожена. То есть на словах был настолько Лев Толстой, что куда там остальным. Но прошла неделя-другая, и Журавлев вместо окопа вновь оказался в студиях федеральных каналов. Хватит, шутки кончились. Мы можем сейчас вступить реально в войну с НАТО. А мы тут все играемся. Они все нам противостоят. Вдумайте, весь коллективный Запад. А мы одной левой от них отбиваемся. Тык, тык, тык. И холопы смотрят, проглатывают и даже неудобных вопросов не задают. Мол, что ж ты фраер сдал назад? Просто к показухе и постоянным переобуваниям подобной публики все уже давно привыкли. За слова в России давно уже не принято отвечать. Причем вы себе даже не представляете, насколько. Собирается ли Россия начать войну на Украине? Я абсолютно убеждена, что Россия начать войну на Украине не собирается. Это, например, Маргарита Симоньян. Незадолго до войны уверяет всех, что Россия не планирует никакой агрессии. Да вообще война России и Украины, это, цитата, большая трагедия. Будут ли русские воевать с украинцами? Вот кто-то сейчас сказал, что это будет самая большая трагедия, если русские будут воевать с украинцами. Русские не будут воевать с украинцами. Пройдет всего ничего, и ровно эта же дама в компании Соловьева будет лихо воспевать войну. Причем обратите внимание на уровень цинизма. Первый день вторжения они втюхивают в уши уропатриотической публике байки, мол, российская армия будет делать для ВСУ коридоры. И мне очень понравились сегодня слова Шойгу, когда он отдал приказ нашим военным, как он сказал, относиться с уважением к украинским военным, потому что украинские военные давали присягу своему народу, своей стране, соответственно, подчиняются приказу, и это нужно уважать, обеспечить их, если они хотят сложить оружие и выйти, коридорами безопасными. Ах, какие благородные, да, Соловьев? Для русской армии это традиция. И это при том, что, как и фашистская Германия, Россия начала войну ранним утром, убив ракетными ударами сотни спящих людей. Чуть позже те самые типа благородные рыцари без тигровых шкур. Где-нибудь на войне кто-нибудь когда-нибудь такое слышал? Вообще такую формулировку? Относиться с уважением к армии противника, потому что они давали присягу, да? Это русской приказ. Повторят эту же трусливую тактику, нанеся ранним утром ракетные удары по мирным людям в городах Украины. Пять часов утра украинцы проснулись от воя сирен и тревожных звонков. Российская армия нанесла авиационные и артиллерийские удары по территории Украины, включая крупные города и Киев. Но оно-то и понятно, со спящими-то легче воевать, ведь ожидания этого пропагандистов были ого-го. Коротченко, напомним, вместе с Соловьевым, всю военную инфраструктуру ртом еще в первый день уничтожил. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Там не взлетит ничего, там не останется ни одного аэродрома, ни одной целой взлетно-посадочной полосы. И критические объекты, потребные для украинской армии и возможных натовских партнеров по передислокации, всего этого не будет в течение суток. Мол, армия Украины теперь неуправляемая, и счет идет на дни. По экспертным оценкам, в течение первых 6-12 часов Генеральный штаб вооруженных сил Украины потеряет систему централизованного управления войсками. А значит, Украина дальше будет просто терять своих солдат в котлах. Ровно тогда же Кедми объявил о начале зачистки Киева. В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. А Пушилин 25 февраля в течение двух дней обещал выйти на границы Донецкой области. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. И ватная публика смотрела, хлопала в ладоши и, главное, верила. Верила в победу за неделю, верила в то, что оккупанты не стреляют в мирных людей. А споры велись исключительно о том, будут российские войска во Львове или не будут. А до Львова дойдут или ощущение, что задачи взять западную Украину пока нет? Это вопрос, я еще раз говорю, политический. Брать ли, заходить во Львов, не заходить во Львов. И все это мы сейчас показываем вам лишь с одной целью. Именно показуха и постоянная ложь – это не что иное, как фундамент расшизма. Особо упоротые, наверное, даже понимают, что им лгут. Но они, что называется, рады обманываться. И да, бороться с такой системой крайне сложно, но нужно. Ведь разруху в чужих головах можно не замечать ровно до тех пор, пока из-за этой самой разрухи не начинают гибнуть невинные люди. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!